Приветствую вас! Я вам отвечу на ваш вопрос так. Если вы сомневаетесь в том, что у вас к парню, какие у вас числа к нему, то спросите себя так. Как вы его воспринимаете? Вот как вы его видите для себя? А вы его видите для себя, например, как человека, который вам что-то дает. Вы его видите для себя, как человека, которого вам хочется делать, например, счастливым. Или как? Вот как вы его воспринимаете? Вот исходя из этого, исходя из того, как вы его воспринимаете, можно и будет строить дальнейшее ваше чувство образования, если можно так вот выразиться. Значит, что я вам хотел по этому поводу сказать. По поводу того, как вы воспринимаете его. Если вы хотите что-то через человека для себя получать, то это, соответственно, страсть, это, соответственно, не любовь. Любовь, и это, соответственно, не стой, но и как потребность. Вот. Значит, далее. Если вы хотите делать человека счастливым, это любовь. Но для любви требуется, чтобы вы, значит, все-таки хотели делать это безусловно. Для любви важно, чтобы вы стремились делать это безусловно. Потому что в противном случае можно говорить о том, что если вы делаете это в надежде на то, что вы получите что-то взамен, то это опять же не любовь, а просто симпатия. Вот. Ну и, наконец, последнее. Ответ на ваш вопрос можно дать исходя из того, как вы человека воспринимаете. То есть, если вы воспринимаете его как, значит, ну, знаете, как понавтоятельную личность, если вы воспринимаете человека как такую вот самодостаточную, скажем, личность, то тогда это любовь. То есть, если же вы пытаетесь человека подстроить под себя, то это, к сожалению, тогда нельзя назвать. Опять же, любовью это что угодно, но только не любовь. Это симпатия, это страсть, это влечение, зависимость, но не любовь. Вот это то, что можно сказать, исходя из вашего вопроса, который вы задаете. Понимаю, что, возможно, этого мало, понимаю, что, возможно, этого недостаточно, но свой вопрос вы задали довольно общий. И для того, чтобы понять, что вы чувствуете, человеку нужно, чтобы вы спросили себя, какую роль и каково значение для вас, этого самого человека. Вот, исходя из этого, вы получите для себя ответ на ваш вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные у вас вопросы остались, пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Я желаю вам найти верный ответ на ваш вопрос. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.